Посмотрите, это же не Камчатка. Не дура она по тихой воде ходить. Первое этого сезона. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, девочка. Возьму, возьму, возьму сам, 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 сам. Смотрите, как красотка. Супер. Еще в бычах. Ой, ё-моё, работа. Посмотрите, красота. Да. У нас в лодке сонное царство. Слаженная работа коллектива, да. Красота. Смотри, какая. Виталий Иванович, как далеко база находится от Петропавловска, от аэропорта? Ну, наша рыболовная база расположена в Усть-Большевском районе. Это западное побережье Камчатского края. Века большая. И это примерно 240 километров от аэропорта города Ельзово. Примерно 240 километров. И это по времени где-то 3 часа. 3 часа, если ты сам едешь, то может быть 2,5. А если я еду с Дмитрием Дроздовым, то вот сейчас у нас дорога заняла 6 часов. Мы на каждой сопке летали на коптерах, бегали картинки, цветочки, сфотографировали. Ну, то есть, с Дроздовым эта дорога 6 часов. Смотрите, какая красота. Ну, как тут не полетать, да не поснимать. Ну, просто пейзажи такие. Ух, бруталити. Не, на самом деле, дорога очень красивая, поэтому 2,5 часа дороги 2-3 часа эти проходят. Ну, просто. Даже я, который привык к этим пейзажам, к этой картинке, она постоянно меняется, потому что у нас вроде весна только началась. Там в июне, в начале, в июне у нас только началась весна. Еще снег тут в июне везде лежит. И потом резко пух, зелень. Прямо она за несколько дней. И вот видите, какая насыщенная зелень. Хотя на сопках еще лежит снег. То есть, повыше там лежит снег. И картинка, конечно, очень красивая. И 2,5 часа пролетает, 2,5 часа дороги и не замечаешь. Ну, ты сейчас, Дмитрий Дроздоум, 6 часов пролетел просто. Слушай, ну, по сути, ты когда приезжаешь, прилетаешь туда, ну, как, с материка, как у вас называют, да? И у тебя идет переакклиматизация, разница во времени. Дети по-любому эти 2,5 часа пролетают незаменно, чтобы только вышел из самолета, сел в машину и отрубился. Нет, не помню от того. Ну, людей спящих после самолета. Наоборот, как бы, обратно едущие, обратно едущие спят. Устали. Устали, нарыбачились, зарыбачились, я не знаю, там. А самолет, ну, бывает веселый, там, чуть-чуть, может быть, кофе перепили. Чуть-чуть, но спать явно не хотят и не настроены. То есть, они в таком боевом настроении духа все прилетают. И многие говорят, многие говорят, да как мы сможем рыбачить в первый день? Потому что московский самолет прилетает в 10 утра. Многие говорят, нам в первый день не надо рыбалку. Я говорю, надо, потому что вы легче войдете в переакклиматизацию, то есть временной этот барьер. Потому что вы приедете сразу на драйве, пообедали, переоделись, с Настей собрали, поехали на речку поздороваться с рекой, поймать, может быть, первого трофея. И в этот момент, в этот момент, ты не замечаешь, и уже вечер. И ты ложишься сразу вечером, и как бы плавней происходит этот временной, то есть разрыв, в него входишь на драйве, то есть легче. А если не ехать на рыбалку, приезжаешь, обед покушал, тебя в сон клонит, ты прилег, а потом в 2 часа ночи, бум, глаза открыл, и уже делать до утра нечего. А утром ты уже опять спать хочешь. То есть поэтому всегда мы рекомендуем после самолета сразу пообедать, собрать с Настей и на речку. На речку и просто на эмоциях, на нравится, все это проходит очень быстро. И потом, пум, когда в 7 утра спишь, как купитый, как младенец. Потому что, ну, отпечаток дороги, узналость, впечатления, новые эмоции с речкой на холостом. Вот, то есть, так получается правильнее. Вот это пирожные ручки. Да, правда, есть такое? Иван Иванович, знаковое место, да? Очень. Если есть на свете рай, да? Пирожковый, дом пирожковый. Нет, вот, круассанчик, всем рекомендую. Очень вкусно. Да, здесь просто глаза разбегаются. Пирожки. Пирожки. Дари какой пирожок. Нормально. По пути... Пирожковый вам отдай. Пирожковый вам отдай. По пути на рыбалочку нужно обязательно заскочить вот сюда, в пирожковый рай. Традиционное место для многих рыбалов. Сейчас балаха полетит. Красавка. Смотри, какая. Смотри, какая. Смотри, какая. Вот так мы приехали, да? И все, сразу же работа началась. С Италией Ивановичу даже к рыбалке не могу приступить, потому что наши снасти сейчас позируют. Да? Камерамэн мне отдает там наши снасти и сказал, не получите пока, не сделаем. Рыба, 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 рыба. Иваныч, а что у нас получилось? Как так у меня? Где у меня рыба? Через твой шнур? У тебя шнур вверху? Давай, 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 выматуй, 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 убирай. Все, есть. Рыба. Была поклевочка. И больше как бы рыба не захотела брать муху, поменял там на шартрезно-зеленую. Была до этого поклевка на розовую муху. И вот на тебе, рыбка. Бьется, бьется, бьется. Рыба взяла муху и простояла, наверное, с ней, не знаю, там, несколько секунд, пока тут взял нормальную подсечку. Покажись. Рыба небольшая, идет смело, спокойнее, как лодки подходят. Готов. Бросать? Первая. Первая этого сезона. Подожди, 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 подожди. Тихо, тихо, тихо. Ну вот и все. И где мы видим мушку? А мушка у нас в сачке. Вот она, первая. Еще выше этого сезона, которая приземлил. Крупную рыбеху слил. Ну вот, с мелочи начал, как всегда. Ничего не меняется. Ладно, не пускай там красавца. Да, не крупная рыбка. Да, сейчас видите, такое яркое солнце, полдень. Рыба вообще вялая. То есть много поклевок нереализованных. Сидит в струе, так упирается. Давай, давай, иди сюда, хорэ, хорэ. Головой бить. Так. Вот она идет, 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 идет. Пошла родимая. Полтора килограмма, да, Виталий? Виталий говорит, полтора килограмма рыба. Сейчас посмотрим. Ходит, давит, давит, как сидит в струе, деточка. А вон она, серебристая такая. Потому что вода чистая, рыбу видно. Вон она упирается, крутится. Широкая рыба, просто так не вытащишь, конечно, ее быстро. Четко, да, если в ножницы берет, то уже, конечно, сидит рыба четко. Готов? Да. Давай, это. Сейчас ее так подкину, опа, есть. Вот и муха сразу вывалилась, смотри. Вывалилась, вывалилась. Такая вот небольшая рыбка. Полдень, зной, жара, чистейшая вода. И вот появятся вот такие вот рыбники. Класс. Да, идет, идет. Пока не понимаю размер, ничего не видим. Сейчас она как чухнет. Я думал, зацеп сначала такая, бум. Ну, нормально, башкой не трясет такая. Не три килограмма. Может, четыре, блин. Смотри, че делает, че делает, че делает, че делает. Нам чегачу на шартрезную. Ну, смотри, подлодку, подлодку лезет. Куда, Иваныч, беройте. Ё-моё, пошла, пошла, пошла вниз. Двадцатка. Мотаем, мотаем. Такая шестерка, может, пятерка, пока непонятно. Ходит, видишь, даже вообще. Да, она даже башкой не бьет, прикинь. Качнул, практически всплыл удочкой. Раз, раз, такой удар. Думаю, че такое, не понял. Подсекаю. Бьет, бьет башкой. Небольшая, да. Удочка гудит-то какая. Сейчас она подлодку залезет. Она, видишь, в струю лезет. Ага, шиша, она лезет в струю обратно. Не сдернешь ты ее сюда. Не тура она по тихой воде ходить. Не ушла. Ушла на тихую воду. Так, ладно, сейчас будем пытаться ее брать. Е-мое. Балка в... Опа! Не будем мы ее брать. Нормальное явление. Че вы? Ну, че вы еще? Сходит она, как я не знаю кто. Просто бум, вылетело и все. Что-то не пойму. Мы не просекаем за ничем. Плохо берет. У нее пасть хрящ. Там цепляться не за что. Вот в язык села, в ножницы села. Супер. Эта рыба взяла муку на покачивание. Соответственно, как она взяла? Крючок вываливается оттуда и все. Вот и все. Поэтому... Ну ладно, была рыба там, мы видели. Не пятерка была максимум. Ничего страшного. Пусть бегут. Ну ладно, шестерка была. Пусть бегут. Мы охотимся за нормальной рыбой. Вон сработала такая вот чегача. Шартрезненькая. Сегодня день такой тухляковый. Даже ребята спиннингом ловят. Много поклевок и много мелкой рыбы. Ну, мелкая рыба сегодня клюет, потому что солнце. Такая погода не комфортна для крупной рыбы. Крупная рыба вообще, возможно, даже не движется, стоит на точках. Поэтому ладно. Сейчас обловим. Еще время есть. И, возможно, вечером что-то изменится, будет какая-то движуха. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Поклевка была. Не взял рыбу, грубо говоря, так аккуратненько она ее взяла, потянула и не села. И вот поменял мушку и опять поклевка прям агрессивно чухнула. И сошла. Сходов просто тьма. С двойника также у меня рыбы столько послетали. Ну, думаю, ну уже ладно. Последний, как говорится, шанс. Тройник. Из тройника она слетает. Короче, чавыча это вообще отдельная тема. Сходов просто тьма. И даешь, и паузу, и все. И ну клюет, а ты не понимаешь, когда там рыба там берет, аккуратно муху прижимает. И непонятно, как у нее крючок, какую позицию занимает в пасте. И просекаешь, все делаешь правильно. И сход. Ну ладно. Где я сказал, что вот мы вот брали всегда, там в принципе он и взял. Ну, по моим ощущениям, эта рыба сейчас взяла в замок, потому что муха проходила на свиме. На распрямление шнура как раз был удар. Слушай, ну круг на рыбе это не мелочев, когда тащишь сразу такой полено ползет там где-то, да? Что-то пока вообще непонятно. Нормально, нормально. Пашкой даже не бьет, просто стоит, стоит. Просто идет пока. По-моему, хочет что-то сделать. Поднимайте. Хорошая, Вань, хорошая. Сейчас еще раз поднимется. Ой, е-мое, там лошадь. Еще раз на подъем пошла. До вверх ее. Так она далеко от меня. Она выйдет, надо, чтобы ты не сбил ее. Так не боись, я же умею сбивать рыбу. Видал, бросок кобры с первого раза, ё-моё, ё-моё, не поднимай, не поднимайся. Да я держу, держу за лодкой просто. А-а-а. Сейчас подожди. Да ё-моё, глянь какая лошадь. Крючок видал? Вывалился. Вывалился, да? Да, крючок вывалился. В аквариуме колобок. О-о-о, ну посмотрите, да? Очень. Красота. Брем дальше? Да. Там есть секретное еще место, которое ты говорил. Вот то самое. Туда едем? Там огромный монстр. Поехали за мостом. Живет. Вау, под корягой. Нерпа. Нет. Но мы там потеряем много мух. Ну коряги, коряги, коряги. Ну мы будем делать каст, 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 каст. Ладно, прем. Бау. Давай. Ланч, Наталья Ланч. Колбаска. Вот мы тут наших ребят с острова Сахалин отжали какие-то кукси. Нет, это не в этих. Не в этих? А у кого ты отжал? У нас было на базе. На базе у вас были корейские кукси. Короче, бичпакет. Жесткач. Там такая острая адская смесь. Не знаю, не знаю, как мы будем это делать. О, это Роман, что-то долбаски туда. Сконячий. Ты готов рискнуть? Я уже жду. Не дождусь. Ладно, ланч. Ну я сейчас начну облавливать место вот с этой кометкой. Цвет фукси. Попробуем, будет ли реагировать рыба на нее. Ребята, к разговору о крючках для чавычи. Вот партриджевский тройник, пятерочка. Он был поломан на вываживании рыбы. То есть, он так подрасплющило его чуть-чуть. Чавыча. То есть, не на зацепе. Там есть видосик. Метровая рыба, 13 килограммов была. Она поломала крючок. То есть, вот в разговоре о крючках, которые применять для ловли чавычи. То есть, наше мнение, все-таки, вот с Виталием за эту поездку, что, конечно же, тройник спускает рыбы меньше. И лучше ставить тройник покачественнее. Мы используем кинсаваду четверку. Хорошо работает крюк. Мощный, прочный. И вот так вот на вываживании рыбы. Не крупная, тем более. Не гигантская. То есть, не ломается. Так что, учтите. Соберетесь на чавычу. Запасайтесь качественными крючками. Она на свале стояла прям. Ну, слушай, я не знаю пока по размеру. А? Снимаемся? Ну, не гигант. Пока подожди. Пока стоит, не бегает. Стоит струя. Давай, сейчас сдернемся. Сейчас, если большая, то пойдем вниз. Пока лезет. Ну, держу на течении, головой трясет. Такая, я думаю, небольшая, да. Потому что те, которые кабаны, они... Там их не сдвинешь. Ну, я не знаю, о чем. Будем сниматься? Уйдем. Взяла в центре. Не вот здесь, а вот там, в центре нападения. С бровки начала ее скатывать. И она взяла. И я, когда страйкал, я чувствовал, что у меня слабина. То есть, я шнуром прикинет, страйкаю. А у меня шнур прорезает этот... Воду. Смотри, стоит прям. Э-э-э, палка работает. Видишь, вершинка, видишь, бьет. То есть, не сильно большая рыба. Подматываешь сразу. Сейчас она с нами и пойдет. Вон она стоит, глянь, в яме. Да подожди, она куда подматывает? Она бежит, побежала. Смотри, побежала, побежала, побежала. Смотри, катушка что творит. Пока не заводить, она в центр ушла. Угол сменился по отношению к рыбе. Она почувствовала другое напряжение. И давай валить сразу же. Мотаем, мотаем. Вот она здесь подо мной. Большая рыба, большая, да. Вон она, смотри. Гля какая. Тихо, 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 аккуратно, аккуратно. Смотри, лезет, что делает. Она нас почувствовала. Давай в берег, уходи, переходи в струю. Тихо, 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 девочка. Ё-моё. Опасно. Сейчас она может подлодку дать. Вообще, ребята, вот это вываживание. Правильно, что мы с якоря снялись, мы бы ее не взяли там. Смотри, пока как собака на поводке сидит, идет за нами. Тихо, 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 пошла, пошла, струю почувствовала. Давай, вроде идет О, дерево, дерево, дерево Ветка была Прошла? Прошла вроде бы Вроде прошла Да, вроде идет, давай Ух Хорошая, толстая рыба Меляк, чувствую, чувствую, чувствую Меляк, дай Тихо, тихо, тихо Здесь мель Коса И нет глубины Да, нам сейчас здесь затишок будет За деревом Все Вот сюда будем ее пытаться Парковать Смотрит, давит Здоровая, широкая Катается по течению вниз И прессануть неохота ее Ты понимаешь, она Хватает струю чуть-чуть И катится Она даже на меляк Вот я не могу выложить Понимаешь, на бок Вот, вот, вот Давай, давай, давай Сейчас ляжет Если Здесь течение Такой подпор воды идет Мощный Тихо, тихо, тихо Сейчас главное ее Чуть-чуть на бочок бы положить Нашка колобок Круглая Слушай, ну это просто жесть Конечно С такими колобками Так, давай-давай-давай-давай Сейчас вот так Я вот сдернул Так-так-так-так Сейчас вроде шла Сейчас, Иван Сейчас на тебя Проба 5 Пять Та ты глянь, а, лошадь Сейчас попробую Возьму-возьму-возьму Сам-сам-сам-сам Моя Моя Посмотри, какая маманя Да, она бы не свалила Смотри, у нее крючок в ножницах Вы только посмотрите Какая классная рыба Она не гигантская В плане длины Но вы посмотрите Какой обхват у нее Ёлы-палы Поднимаешь и так чувствуешь Это реально Как будто брусок какой-то металла У тебя в руках Тяжеленная Мощь Слушай, давай я прям в воде сейчас замерю Да Розовая кометка Не, она по-любому У меня весы есть Мешочек для взвешивания есть О, тут чистенькая Она вообще красотка Видите, елки-палки Кинг-салмон Чава Ну да Одиннадцать Четыреста Одиннадцать триста Это с мешком Сейчас мы отдельно мешочек завесим Ладно, мешочек будем завешивать В следующем дубле А сейчас мы отпускать будем эту красотку Смотрите-ка, красотка Супер Еще в вычах Мощь, классная поклевка Супер вываживание Сейчас будем отпускать Где-то готово? Сейчас Ну давай Слушайте, ну это был грациозный королевский лосось Камчатки Чавыча Десять четыреста Весит самочка Девяносто сантиметров Длине Представляете Десять четыреста Так что вот мы На лодке ушли Там из Вот того Берега Сплавлялись С этой рыбой Для того, чтобы Корягею не засадить Никуда Ладно Пойдем еще побросаем У нас якорь там с поплавочком плавает Сейчас мы пойдем Еще раз облоем это место Потому что была поклевка У Виталия рыба Сошла одна Мелкую поймали Еще было несколько поклевок Рыба такая сегодня Я бы сказал Еле-еле шевелится Утро пасмурное Такое паскливое Все спиннингисты Носятся Рыбы нет Но у нас рыба есть В общем Пойдем ловить дальше Ребята Вот такая вот муха Комета Уже сколько Сезонов она работает Песец В общем шумовые усы Перо петуха Флэш Вольфрамовый конус И маленький турбоконус В сути Такая немудренная муха Но она реально Круто работает Почел выше У меня основных Два рабочих цвета Это шартресс И вот такой вот Цвет фукси Ну что ж рыбалка состоялась Сейчас рыбы наловили Отправляемся на фазу Отдыхаем И готовимся К следующему половному дню Вяжем мушки В общем будет Еще только сегодня вечером заняться Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok